К сожалению, сейчас многие страны недоступны для посещения туристами, и Южная Корея не стала исключением. Но ни для кого не секрет, что в последнее время заметно растет внимание и интерес к этой стране. Особенно после выхода столь успешных и популярных корейских сериалов и фильмов, которые стали настоящими блокбастерами и сенсациями в индустрии, занимая первые строчки всевозможных рейтингов. Я очень надеюсь, что в ближайшее время все восстановится и у всех появится возможность переехать в Южную Корею и увидеть все своими глазами. И чтобы не попасть в неприятную ситуацию, я расскажу вам о том, что ни в коем случае нельзя делать в этой стране. О том, что может вызвать негативную реакцию местных жителей или даже спровоцировать ненужный конфликт. Смотрите до конца и узнаете 20 странных корейских запретов. Поехали. Первое. Нельзя фотографировать и снимать людей в общественных местах. Даже фотографируя памятник или красивое здание, старайтесь избегать прямого попадания в кадр корейцев. Как правило, они понимают, что вы иностранец и скорее всего не знаете местных обычаев и фотографируете не конкретно их, а какую-то достопримечательность. Но не стоит этим пренебрегать. Корейцы жутко не любят, когда их кто-то без спроса фотографирует. Может попасть человек не в расположении духа и заставит показать сделанные кадры и попросит удалить. В противном случае вызовет полицию. Обычно я фотографирую без стеснений. Попадаются в кадр люди или нет, проблем обычно не бывает. Но был случай, когда я сфотографировал группу людей на пешеходном переходе и пожилой мужчина, который видел все это, но не попадал в кадр, подошел ко мне, заставил показать снимки и удалить их. Второе. Нельзя оставлять чаевые. Это может оскорбить. Все, кто работает, зарабатывает достаточно. Культуры оставлять чаевые в Южной Корее нет. Напротив, если оставить официанту или бармену немного на чай, он может принять это как личное оскорбление. Он поймет это так, как будто вы принижаете его достоинства и хотите показать, что вы богаче. Во многих заведениях небольшая премия обслуживающего персонала включается в чек, поэтому просто оплачивайте по чеку. Третье. Не нужно протягивать руку для рукопожатия. Для нас, россиян, поклоны считаются издержками старого времени или попросту унижающим достоинство явления. В Южной Корее эта традиция жива, и вместо рукопожатия принято немного наклонить корпус вперед. Протяните руку, вас не поймут. Такого жеста в культуре нет. Понембратство очень и очень не приветствуется, вплоть до того, что существенно старшего по возрасту или званию не следует вообще задевать. Четвертое. Нельзя драться и решать конфликты рукоприкладством. Так делать не нужно в принципе, но в Южной Корее о разрешении конфликта таким образом лучше забыть. Во-первых, скорее всего, вы причините существенный вред своему оппоненту, так как они совершенно не умеют и не любят драться. Во-вторых, очень вероятно, что даже если виноваты не вы, в полицию позвонит кореец, и учитывая, что вы мало понимаете на корейском языке, он опишет ситуацию в выгодном для себя свете. Повсюду камеры и все, кто причастен к конфликту, обязательно поедут в полицейский участок. Рано или поздно все будут найдены. Старайтесь не попадать в конфликты, а если уж попали, пытайтесь сгладить его или просто уйти. Пятое. Нельзя передавать что-либо одной рукой. Когда вы даете деньги в магазине или передаете какой-либо предмет, делается это двумя руками. Особенно в тех случаях, когда человек существенно старше вас, как по возрасту, так и по социальному положению. То же самое, когда вы получаете что-то. Делается это также двумя руками. Между друзьями можно передавать и одной рукой. Шестое. Нельзя общаться на равных с более старшим по возрасту или социальному положению. Важнейшей составной частью вежливости является правильный выбор формы обращения к собеседнику. При этом учитывается его возраст, социальное положение, степень близости отношений и обстановка, в которой происходит общение. В корейском языке предусмотрены специальные окончания, для передания словам более уважительного тона. Седьмое. Нельзя выбрасывать несортированный мусор. Если вы снимаете жилье, то обязательно ознакомьтесь с правилами сортировки отходов в Корее. Пищевой, бумажный и пластиковый мусор сортируются отдельно. В противном случае вам грозит денежный штраф. Восьмое. Нельзя садиться на места для пожилых и беременных. В общественном транспорте предусмотрены места для пожилых и беременных. В метро они окрашены в синий и розовый цвет, соответственно. Находятся в задней части вагона. Не понять, что это за места, невозможно. Поэтому даже если вы иностранец, не садитесь туда ни в коем случае. В противном случае вы получите косые взгляды, ворчание и может быть даже выговор от пожилых корейцев. Я много раз видел, как на местах для беременных и пожилых спокойно сидят корейцы. Никаких скандалов по этому поводу я не видел. Бывает и когда все места заняты, людей в вагоне много, но места для беременных и пожилых свободны. Люди не садятся на них. Все стоят. Думаю, лучше соблюдать правила. Девятое. Нельзя вставлять палочки для еды в рис вертикально. Считается, что так делают на поминках. И расценить такой жест могут неоднозначно. Поэтому просто не стоит так делать никогда. Десятое. Нельзя отказываться выпить со старшим или с начальником. Все дело в том, что в Корее существует особая культура употребления алкоголя. И в общественном сознании нации спиртное занимает особое положение. Несколько раз в неделю рабочий коллектив во главе с начальником устраивает посиделки с алкоголем. И отказаться от такого мероприятия нельзя. В противном случае можно забыть о повышении и хорошем отношении со стороны начальства. Отказ выпить будет воспринят как неуважение. Ну, а если вы не пьете, можно хотя бы заменить на безалкогольный напиток. Но не отказаться. Одиннадцатое. Нельзя писать имя человека красным цветом. Считается, что если вы напишите имя человека красным цветом, то вы желаете ему смерти. Или проклинаете его. Двенадцатое. Нельзя начинать кушать первым за столом. Начинает старший. Здесь есть свои правила этикета. И во время трапезы на стол выставляется большое количество тарелочек с рисом и закусками. Самый младший раскладывает палочки по количеству обедающих и разливает воду в стаканчики. Сначала всем, а уже потом себе. Налить только себе нельзя. Это невежество. Как правило, приступает к поеданию еды сначала тоже старший. И только когда он выйдет из-за стола, из-за стола выходят и все остальные. Тринадцатое. Нельзя громко разговаривать или смеяться в метро или автобусе. Если не хотите навлечь на себя всеобщий гнев и негодование толпы, ведите себя прилично и не шумите. Четырнадцатое. Нельзя прийти в гости с пустыми руками. Можно принести еду или сладости, либо что-то, что закончится. Чтобы у гостеприимца не было мыслей, куда деть подаренный предмет. Что-нибудь практичное. Можно даже туалетную бумагу. Это считается хорошим подарком на новоселье. Пятнадцатое. Нельзя звать человека жестом ладонью вверх, так, как это принято у нас. Таким жестом корейцы подзывают собак. А чтобы позвать человека за собой, часто используют жест, когда ладонь направлена вниз. Шестнадцатое. Нельзя говорить «будь здоров». В Корее мне принято желать здоровья чихнувшему собеседнику. Обычно на это никак не реагируют, просто делают вид, что ничего не произошло. А чихнувший тихонько извиняется. Семнадцатое. Нельзя показывать фигу. Это очень оскорбительный для корейца жест. Может привести к конфликту и даже драке. Восемнадцатое. Нельзя проявлять чувства на публике. Это не запрещено, но банальный поцелуй двух влюбленных на глазах других людей также станет причиной выговора и порицания, особенно со стороны пожилых людей. Девятнадцатое. Нельзя оставлять еду на тарелке. Пожилые корейцы еще помнят голодные времена, недавние войны севера и юга, а также японской аннексии. Поэтому отношение к еде, особенно к рису, здесь уважительное. Не любят, когда переводят продукты. Наложите ровно столько, сколько съедите. Кроме того, оставленная еда станет оскорблением хозяйки и будет означать, что еда была невкусной. Двадцатое. Нельзя переступать через ребенка. Корейцы очень суеверны и верят в то, что если вы переступите через ребенка, он может не вырасти. Поэтому ни в коем случае не переступайте через детей. Хотя мне сложно представить такую ситуацию, но все же. Предупрежден, значит вооружен. Обязательно напишите в комментариях, понравилось ли вам видео и какие еще табу вы знаете.